В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Подготовка к выпускному обычно не ограничивается одним днем. Только выбор платья – это целая история. Ну а если говорить о прическе и макияже, то и в этих вопросах необходимо тщательно разобраться. Помогают нам специалисты имидж-студии Елены Ивановой. В жизни современных выпускников наверняка было много ярких праздников с красивыми нарядами. Но именно выпускной бал считается первым официальным торжественным событием в жизни взрослого человека. Цветочную тему в романтическом ключе представляет объемное воздушное платье. Легкий полупрозрачный шифон позволяет обыграть флористический принт складками на талии, напоминающими бутон цветка. В вечерней изысканности наряду придает глубокое декольте, но целомудренно прикрытое кружевом в тон цветочному принту. Основа этого платья – купон из бисера, пайеток и камней Сваровски. Их расположение на сетке диктует модельеру дизайн платья. Такой наряд требует идеальной посадки по фигуре. В этом случае изысканная ткань раскроется во всем своем блеске. Уникальность этого наряда опять же в редкой эксклюзивной ткани. В России вышитый кристаллами и пайетками купон представлен всего в трех экземплярах. А его преобразование в платье силуэта New Look – многочасовой ручной труд. Это тот случай, когда выпускной для девушки сравним с выходом на красную ковровую дорожку. Произведение искусства от кутюр с годами будет только расти в цене. Кстати, есть у дизайнеров ателье идеи и для мам-выпускниц, которые волнуются в преддверии праздника не меньше самих виновниц торжества. Деловой силуэт из более нарядной ткани – как раз то, что нужно для этого случая. Выпускной – это всегда волнение, но идеально сидящее платье способно придавать уверенность для того, чтобы в память об этом вечере остались только положительные эмоции. Вы смотрите Beauty Time, далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Цветочный принт в летней одежде – это скорее не тренд, а постоянный компонент сезонных коллекций. При этом характер цветов из года в год обязательно меняется. Мелкий цветочный орнамент «Мильфлёр» удачно вписывается в ретро-тематику. Классика женственности – легкое шифоновое платье. Цветы в спортивном контексте – идея не новая, но в современной моде с ее эклектикой по-прежнему актуальна. Объемные вышивки – еще одна тенденция этого лета. При этом подавать все можно не только в романтическом, но и в повседневном ключе. И в продолжении темы объемов 3D-эффект, который сегодня присутствует во всем, в том числе и в цветочной тематике. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Соне Кривой 30. «Я работаю в крупной компании. Моя жизнь – это бесконечная гонка в стремлении удержать успех. А еще на плечах дом, дети. В этом круговороте почти не остается времени на себе. Хочется вернуть молодость, энергию, азарт. Хочется снова завораживать своей красотой. Чувствовать себя желанной. Я обратилась к профессионалам. Доктора не просто смогли изменить что-то во мне. Они помогли мне найти то, чего я хочу сама. А затем исполнили мою мечту. Я обрела новую жизнь. Клиника Диплекс. Каждая достойна быть красивой». Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelican74.com. Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-5999. Второй фестиваль органического образа жизни «Organic Nation» с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Организаторы проекта «Рожденная побеждать» для девушек с ограниченными возможностями объявили о старте второго сезона. Где и как проходят встречи участниц, смотрите далее. Проект «Рожденная побеждать» дебютировал в сентябре прошлого года и сразу же попал в поле зрения известных бизнесменов, чиновников и общественников. Организаторы удостоились губернаторской медали, что, несомненно, вдохновило их на продолжение. В сентябре у нас на финал конкурса выйдут 12 участниц. Я планирую, что 12. Сейчас уже набрано 5 девочек по городских из города Челябинска. Одна девочка приедет из Москвы, одна девочка приедет из Ростовской области. Ну и еще есть 5 вакантных мест для девушек из других регионов. География действительно должна быть все-таки общероссийской, для того, чтобы показать наш город Челябинск как социально ориентированный город. В преддверии проекта проходят встречи, круглые столы и мастер-классы. Этот на площадке медико-косметологического центра «Арт-Медика» посвящен секретам красоты, которыми делятся профессиональные косметологи. Сегодня мы постарались в рамках мероприятия «Бьюти-девичник» на самом деле провести уроки красоты. Красоты, которые возможно навести внутри и снаружи. Мы подготовили последние самые модные тренды и тенденции в косметологии. Информацию о применении микроэлементов и витаминов. Информацию об уходе за кожей лица. Но не ту, которую каждая женщина может прочитать в интернете. А именно изюминки, маленькие секреты, которые каждая женщина, зная, может выглядеть шикарно, так же, как и Софи Лорен. Я всегда хотела узнать побольше, например, о ботоксе. Меня это давно вопрос интересует. И сегодня развеяли все мифы. Обязательно устала, не устала, утром и вечером нужно очищать кожу, пользоваться тоником, что для меня открытие, потому что я никогда не думала, что тоник – это так важно. И применять крем для глаз, для лица. К финалу каждая участница готовит творческое выступление. И несмотря на то, что состоится сам конкурс осенью, девушки уже сейчас задумались о своей презентации. У меня подружка, с которой мы вместе участвуем, ее на данный момент не было. И у нас финал будет, ну, творчество наше. Мы вообще вяжем, и у нас будут модели выходить в наших изделиях. Идеи какие-то есть. Я в команде КВН, интегрированная, единственная в Челябинской области, свою в доску. Возможно, это будет что-то связанное с юмором. Но пока вот разные идеи, еще точно не могу сказать, что будет. Ближайшая встреча участниц проекта «Рожденные побеждать» состоится уже на следующей неделе. Девушки приглашены на мастер-класс по прическам. Эстетическому воспитанию во все времена уделяли достаточно внимания. Если говорить о дне сегодняшнем, то под этим подразумевается умение красиво, правильно и стильно себя подать. Как этому учатся юные особы, смотрите далее. Сегодня не все полезные знания можно получить в школе. А родители тоже не во всех вопросах бывают компетентны. Именно поэтому эстетическое воспитание связывают не со школьной программой, а с дополнительной формой обучения. Сегодня выпускной школы интеллектуалок. Это школа для девочек, школа больше эстетического воспитания, где девочки изучают историю мирового искусства, историю кинематографа, историю ювелирных украшений, светский столовый этикет. Они учатся стилю, красоте. Мы вдохновляем детей прекрасным, правильным. И считаем моду частью искусства. Поэтому мы стараемся как раз выпускные проводить в тех местах, которые бы создавали определенную атмосферу. В частности, мы находимся в выставочном зале Союза художников. Он, конечно, скромнее, чем в столицах наших, там, северной и южной. Но здесь тоже очень атмосферно, здорово. И это настраивает девчонок тоже на очень правильное. Поэтому поддерживаем, так скажем, традиции, уже состоявшиеся в мире, связывать моду, искусство, танец, ну, все вместе. В этой школе эстетического воспитания изучают моду, искусство и хорошие манеры. Здесь нет плохих оценок, а значит и негативных, связанных с учебным процессом. Мой взгляд подобного, все-таки учреждения у нас в городе нет. Я сама, когда прихожу и смотрю, я прям удивляюсь, что она у меня так умеет, оказывается, и может так доносить информацию замечательно. Ну, и я подобных не знаю мест, где бы именно все в комплексе так преподавали. Налицо изменения. То есть она, во-первых, возрослела. Раз. Во-вторых, у нее возраст такой, когда она становится старше, мудрее. И поэтому то, что дает школа, это, конечно, большая жизненная школа. То есть мы видим изменения, причем в самую лучшую сторону. У нас очень хорошие результаты. Мы очень довольны. Девушка у нас стала прямо женственная, очень поменялась, стала за собой следить. Она приходит, всегда рассказывает, всегда у нее куча эмоций. То есть она у нас прямо в восторге. И поэтому, собственно говоря, она приняла решение пойти второй раз в эту школу. Не только родители заметили изменения, но также и сами выпускницы, которые представили полученные навыки – умение презентовать себя на сцене. Мне нравится учителя, то, что все очень понятно. То есть они показывают на своем примере, очень все хорошо. И мы, когда занимаемся, не сидим за партами. Мы всегда работаем либо на ковриков, либо в стоя. Всегда все очень активно. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя – сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция – курс на естественность и индивидуальность, достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Артмедика – 775-19-88. Тесура. Роскошь в тканях. Второй фестиваль органического образа жизни «Органик Нейшн» с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово-159. Это «Бьюти Тайм» – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Детские театры моды, а также студенты, будущие дизайнеры приняли участие в проекте «Подиум Урала». 33 работы конкурсантов было представлено в 7 номинациях. Идея была в том, что объединить не только просто студентов или молодых дизайнеров, но еще и детский театр моды, потому что для них это площадка, где они могут посмотреть, во что может вылиться их будущая профессия, талант. То есть они могут посмотреть, вот они сейчас занимаются сколько в кружке, но что это может, к чему это может привести, если они будут заниматься этим серьезно в дальнейшем, то есть будут уже поступать и на высшее учебное заведение и так далее. Для модели это прежде всего развить свои способности. Для дизайнеров это шаг вперед, чтобы увидеть какие-то новшества у других дизайнеров, что-то взять для себя. Во-первых, опыт. То есть опыт сцены, не все же сразу готовы выступать на большой сцене, чтобы их заметили. Не зря, что вы тоже пришли показать их. Я уверена, что наша площадка станет стартом для многих дизайнеров. У нас тут даже присутствуют работодатели, которые сейчас выбирают дизайнеров перспективных, молодых, и, соответственно, будут приглашать как дизайнеров одежды своего бренда. Без сомнения, это может быть и стартом, и работой над ошибками, но это будет работой над ошибками, когда с претендентами на победу будет проведена еще дополнительная работа, и каждому рассказано, какие ошибки в коллекциях или в единичных изделиях были допущены. В составе жюри – эксперты в области фэшн-индустрии, известные дизайнеры, основатели ателье и домов мод, которые оценивали участников как настоящих профессионалов. Вы знаете, это все кажется, что так просто, да, вышел и показал, прошел. Это, на самом деле, очень тяжелый труд, и наши детки готовятся не менее двух месяцев к таким вот большим показам. Мы придумали такую коллекцию головных уборов, чтобы что-то двигалось. Вот эта деталь, которая крутится в коллекции, это на 3D-принтере отпечатанная деталь. Девочки проделали колоссальную работу, они воткнули порядка 6 тысяч пайеток с гвоздиками. Вот эти шарики сверкающие – это вот их такой труд. Первый опыт конкурса начинающих дизайнеров оказался весьма успешным, а значит, у проекта «Подиум Урала» большое будущее. Это «Бьюти Тайм» – красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. «Подиум Урала» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok